Продолжение следует... 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 Было такое судно, которое все-таки было предназначено, чтобы ломать лед. Еще не задумывались о каких-то необходимости, как бассейн. Было, конечно, все необходимое, но даже и так же с удовольствием для себя. Политин Сергеевич Довидианц, который в 79-м году пришел сюда как старший помощник капитана, проработал здесь на Ленине, потом ушел на другие суда, работал, соответственно, на других ледоколах. В 2007 году он стал капитаном ледокола 50 лет Победы, самого мощного в мире атомного ледокола. И вот 7 лет ходил на нем и сейчас вернулся к нам обратно как капитан. То есть видите, как очень много у атомщиков, у атомных ледокольщиков связано с Ленином. То есть здесь начинали многие, и здесь люди тоже могут заканчивать свою карьеру. И вот видим лазерное шоу, которое было устроено на Северном полюсе, когда огонь зажегся. И экипаж Ледокола Ленин. Ну, естественно, одни находились в Москве, другие в Арктике. Играли по радио. То есть представляем, как использовали интернет того времени, какое было уважение членам экипажа ледокола Ленин, что с ними играли тогда лучшие умы, шахматные умы нашей страны, ну и в принципе планеты, можно сказать. Меха Зевертова. Сколько Меха Зевертова было нормально? Слушай, длинный, смотри, какой здесь длинный. Боже мой. Пойдем, ладно. Туда все, туда и мы. Крышка реактора под ногами выглядит. То есть вот реактор находится, получается, и внизу. Вот, а вот у них под ногами, да, то, что их защищает. Что там увидят? Что там все видно? А? Все видно, да? Сейчас посмотрим. Многие люди работают, а там, впрочем, и по 30 лет, и по 40 лет, да, то есть я еще говорю, что много. Соответственно, вот здесь, вот, в стволах находятся урановые таблетки. Вот стоят в таких цилиндров из урана. Вот сами эти таза. Вода, они вертикально располагаются, и вода поступает светом сверху, и охлаждает. Все было продублировано несколько раз, так что действительно все системы работали очень хорошо. 55 лет работы, и, как мы понимаем, было только вот, за последние годы, несколько пожаров, именно в личных уже, допустим, каютах экипажа, да, вот здесь какие были проблемы, когда здесь нужно было возвращать ледокуру назад по правилам. А так с реакторами все было хорошо. Слава Богу. Итак, ну что, давайте посмотрим сейчас внимательно на внутреннюю часть реактора. Вот, может, полуку так сказать, что-то подальше про все поговорим. Вообще, заль, не стоит, я взял, у меня ледоку использую? Нет, не стоит. Ну, вообще, она объявлена, сочмой, сетерной зоной. А, да. А получается, что... Вот она выпаривается, уже твердая фракция, вот радиоактивная, она, соответственно, уже хранится на определенных хранилищах, и потом, если даже есть необходимость, могут даже перерабатывать. То есть, опять же, можно обогатить... Если здесь был уран, то, конечно, распалится до плутония, да, то есть может плутония, опять же, обогатить, и опять использовать на тех атомных ядерностанциях, которые используют атомные станции. в том числе и 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 в Такой был сервис-мактики. Также мы видим, что это не просто столовая, это еще несколько, что притягиваем людей трижды в неделю, может, один-то кинотеатр. Здесь мы видим экран, вот на кинопроекторских, то есть можно было смотреть 10-15 фильмов, которые были во время каждого рейса. Естественно, за два месяца один фильм становится скучной, поэтому мы могли смотреть задом наперед, и крутить, и озвучивать самостоятельно. Трактически даже могли меняться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О Dragоп rév temп. Продолжение следует... 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 он отвечает, спроси его, он тебе ответит прямо вот графика, да, какая? современная что думаете? вот 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 вот